Сразу шесть семейных пар пришли во дворец гражданских обрядов. Две бриллиантовые и четыре золотых, чтобы под марш Мендельсона, словно на машине времени, перенестись в годы прекрасной юности. Александр и Зоя Саликовы вместе 60 лет, знакомы со школьной скамьи. Глава семьи по профессии летчик. Пока муж был в небе, на земле его ждала преданная и любимая жена. Даже в свои годы супруги все еще не налюбуются друг другом. Я уже без нее не могу жить. Она без меня не может жить. И любим друг друга. Главное – любовь в союзе. Если любовь, то и все вытерпишь, и простишь, и перетерпишь. Такие же трепетные отношения и у золотых юбиляров Валентина и Марии Куприяновых. Оба ветераны труда. Супруг многие годы проработал на Бобруйска Громаш, а жена на Таиме. С нами они поделились своим секретом долголетнего и крепкого союза. Если бы не договаривались, друг друга не уступали, не уважали, так бы 50 лет не прожили. Тогда тем более прожить было так нельзя трудно. Сейчас немножко как-то вроде все жалуются, но неправда сейчас легче жить. А раньше труднее было? Ни квартиры, ничего не было. Ни родителей, никого, ничего. Родители очень рано помирали. Так что у нас сама судьба села, наверное. Супружеский поцелуй, роспись и свадебный вальс – все, как много лет назад. Завершающим аккордом романтического вечера стали поздравления детей и внуков, которые желали юбилярам любви и здоровья на долгие годы, а еще выдачи свидетельства о регистрации Драгоценного союза. Мы чувствуем много, всякие хорошие. Много хороших чувств. Приятно, что нас поздравили. Внуки пришли, друзья. Очень приятно. И вообще хорошо, что за организацию за это подумали о людях, организовали такое. Всем приятно, я думаю. Инициатива регистрации таких свадеб принадлежит Центру социальной защиты населения Первомайского района при участии ветеранской организации. Самое главное здесь показать молодому поколению, как важно ценить семью, любить и уважать друг друга. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.